22 уровень челленджей набит, а это значит, что первая анимированная красочка у нас уже имеется. Что может быть круче новых челленджей? И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня уже набили 500 звезд, я вам рад сообщить, что у нас уже набит 22 уровень челленджа. Это именно-таки то самое число, которое дает нам первую анимированную краску с наших любимейших челленджов. Вот так вот она, в принципе, выглядит у нас на нашем аккаунтике. Я думаю, что вы обязаны сейчас прямо-таки поставить палец вверх. Ну и, конечно, если не подписаны, можно еще быстренько подписаться на канал, нажать на колокольчик. Так, я стараюсь, ребят, ваша поддержка, безусловно, для меня очень много чего значит, поэтому максимально можете сейчас это все дело поддержать, и у нас, как всегда, происходит моя любимейшая крит-ошибочка. Сейчас я обновлюсь, и мы продолжим. Что касаемо данных крит-ошибок, то я вообще ничего просто не хочу говорить. Хотелось бы рассказать в этом ролике, насколько быстро вообще продвигается наше набитие звезд, хорошо ли вообще все это дело идет, устал ли я набивать, не устал, как вообще, в принципе, желание у меня имеется или нет. Конечно же, есть желание набить данные 2000 звезд, потому что многие ютуберы набивают все эти звезды на своих мультах, каких-то там маленьких аккаунтиках. Ну, вы сами понимаете, что это все фальшь, и на таких аккаунтах намного-таки проще набить данные звезды, если вы, например, условно имеете М4 или М3 вооружение против условных М2, ну, или там М3-шных, именно-таки, М4 против М3 играете. Ну, понятное дело, что вам это все дело намного-таки проще получается сделать. Ну, а здесь ситуация немножечко обстоит по-другому. Здесь уже надо не только иметь хорошее вооружение, но и уметь правильно играть, наверное, как-то правильно подходить к этой всей ситуации. Ну, и, конечно, стараться как можно быстрее набивать данные звезды. Если учитывать тот факт, что, в принципе, времени, ну, не так много я, в принципе, на все это дело потратил, то довольно-таки хорошие результаты получаются, хотя хотелось бы набивать данные звезды еще быстрее. Но 500 звезд, как по мне, это уже хороший успех, и я думаю, что вы оценили уже мое старание на стримах, если же и не присутствовали, то можете просто сейчас написать по этому поводу в комментариях, что вы думаете, ну, и вообще, насколько круто у вас получается набивать данные звезды, набиваете ли вы их уже прямо-таки сегодня, либо же вы пока что не торопитесь никуда, и, в принципе, я бы, наверное, вам так бы и посоветовал бы никуда особо-таки не торопиться. Все-таки месяц имеется, ну, а я задался просто такой целью, можно так сказать, первым на легенде именно-таки набить данные 2000 звезд. Я понимаю, что есть легенды, которые не снимают никакие ролики, и то, что они условно могут набить данные звезды быстрее, так как я не собираюсь играть 24 на 7, но все же, как по мне, это хорошая, отличная скорость, и, как по мне, ну, пару, наверное, только ютуберов смогут сделать то же самое, и то не на своих основных аккаунтах, а на каких-то определенных мультах. Поэтому за такие старания я думаю, что вы оцените вообще все это дело, и, конечно же, хотелось бы показать ту самую рельсу именно-таки на топовых новых, ну, или не новых, а именно-таки, если считать анимированный чемпион новой, новой краской, то можно, в принципе, и так сказать, но именно-таки на призовых красках хотелось бы показать данное вооружение, потому что я уверен в том, что не будет таких людей, которые смогут это сделать, смогут во всей красе, в каком-нибудь ролике все это дело показать, но у меня такой шанс имеется, и, в принципе, я думаю, что у нас все это дело с вами получится. Пока у меня в планах набивать в денег где-то около 700 звезд, поэтому вот сегодня, когда я записываю данный ролик, в первый день наших челленджей, мне осталась условность за сегодня еще набить где-то две соточки звезд, дабы свою определенную отметочку выполнить, и я думаю, что на такой вот, в принципе, позитивной ноте сегодня можно будет тогда уже заканчивать этот день. Звезды, конечно же, мы бьем все на стримах, я не бью их как-то тайком, тишиной какой-то, не знаю, всегда общаюсь с вами, всегда приятно, чтобы вы смотрели вообще, как проходит это дело, чтобы вы видели, с какой скоростью они набиваются, и то, что вы всегда можете прийти и посмотреть, что они набиваются именно-таки честно, без никаких там, я не знаю, там, саботажей или еще чего-то в этом роде. Ну и так вообще, в общем и целом, я могу сказать, что на этом челлендже данные звезды по скорости идут помедленнее, чем я вообще ожидал, думал, что у нас получится быстрее заканчивать катки, но сегодня, не знаю, как будет все это дело обстоять именно-таки завтра, но сегодня могу сказать то, что, в принципе, имеются определенные моменты, когда я бы сказал, что тяжеловато, тяжеловато, играть приходится почти всегда полные катки, даже с теми условиями, то, что у нас время снизилось до 7 минут и флаги до 5, все равно это дело происходит довольно-таки тяжело, так как многие команды просто пикаются и тупо стоят в дефе, и вы не сможете за данное время просто взять и быстро поставить данные флаги, поэтому тяжеловато, но мы не отчаиваемся, мы набиваем, и я еще пока что ни капельки не устал, готов делать для вас данный годный контент, набивать данные звезды, показывать, с какой скоростью вообще все это дело, в принципе, можно сделать, поэтому поддерживайте, ваша поддержка это максимально то, что может меня приблизить к нашим 2000 звезд именно-таки быстрее, чтобы у нас все это дело получилось. Что касаемо данной каточки, то я пикнулся в нее с Тёмиком, ни для кого, наверное, не секрет, кто приходит на стримах, те уже все видели и знают, с кем я набиваю данные звезды, пока у нас с ним довольно-таки неплохо получается, у него немножечко даже больше этих звезд набито, и это является хорошим показателем, у меня есть стимул каким-то образом потихонечку догонять его, он также хорошо справляется со своими задачами, отлично играет, и у нас в этом плане тоже все хорошо получается, безусловно, если я бы играл бы в Соло, а не в Трио, есть у нас еще Саратов, но он так с переменным успехом пока что играет, не знаю, что у нас будет дальше, но скажу так, что в Трио намного-таки проще все это дело делать, и когда ты играешь с теми ребятами, которые понимают, что нужно делать на карте, это все дело получается намного-таки проще, и даже можно сделать так, чтобы все три игрока получали именно-таки по шесть звезд, а не кто-то получал шесть, а кто-то получал, например, условно, четыре. Вот такой вот у нас ролик, в принципе, получился, единственный момент, который я хотел бы рассказать, наверное, таки еще, это про те контейнеры, которые у нас имеются, понятное дело, что они у нас сейчас уже копятся, есть уже 20 штучек у нас этих контейнеров имеется, давайте сейчас зайдем в гараж, покажем еще эту всю красочку, если кто еще не видел, кто не смотрел, кто не видел, как она вообще, в принципе, аппетитно выглядит на вот таком вот вооружении, я думаю, что довольно-таки прикольно она будет также смотреться именно-таки на Хорна-то рельсе, именно-таки Легаси, возможно-таки потом, я тоже, когда буду записывать ролик, я одену такое сочетание, покажу именно-таки все эти анимированные краски на том сочетании, которым я уже, в принципе, все это дело набью. Ну, а что касаемо данных контейнеров, то я думаю, все, наверное, зависит от вас, вы, наверное, хотите, чтобы я их масштабно так открыл в последнем, наверное, итоговом ролике, либо мы будем просто открывать условно каждую анимированную полученную краску, мы будем открывать то количество контейнеров, которое у нас имеется. Если вы хотите так, если вы хотите так, отпишите просто в комментарии, посмотрим, каким образом лучше именно-таки данный контейнер открывать, и я думаю, что с ним тоже должно быть что-то годное выпадать, хотя, в принципе, лучше, наверное, было бы сначала закончить челленджи, дабы у нас не упали те предметы, которые могут уже у нас выпасть за данный челлендж, и тогда, в принципе, все это дело в большом масштабе можно было бы открыть. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился, я буду продолжать прямо-таки сейчас набивать данные звезды, ну а вам я советую поставить, конечно же, прямо-таки сейчас палец вверх, если вы его еще не поставили, подписаться на канал, нажать на колокольчик, ну а также подписаться на нашу группу ВКонтакте, в которой вы можете всегда найти полезную информацию. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok